Это вторая запись отчета протокола Феникс. Я глава корпорации Лоуренс Картер, и скорее всего это мое последнее сообщение. Если вы его слышите, то наша корпорация уже уничтожена. Я как глава погиб. Как было сказано в моем первом сообщении, мы подписали контракт на совместное изучение островов программы The Isles корпорации Apollo Engineering. Но, как мы поняли позже, это стало нашей роковой ошибкой. Все началось с того, что на некоторых островах, таких как V3, начались происходить странные вещи. Древние племена людей, которые мы обнаружили ранее, стали пропадать на острове. Корпорация Феникс чаще и чаще стали находить изуродованные тела местных жителей, а также убитых динозавров. Некоторые виды динозавров, которые не представляли для нас абсолютно никакой угрозы во время раскопок нашей команды и изучений, стали на нас нападать. По докладам наших охранников на острове, они стали замечать хорошо экипированных наемников корпорации Apollo Engineering на острове, с которыми мы сотрудничали. Также были замечены большие поставки оружия, техники и различных материалов для неизвестных построек на островах V3 и, скорее всего, Islas Spira. В дальнейшем корпорация Apollo Engineering стала возводить на островах постройки, непонятные для нас. Но в нашем контракте был прописан пункт, что любая из корпораций может взаимодействовать с экосистемой, сооружать постройки, не разрушая ее и не затрагивая. Мы смирились с Apollo Engineering и не лезли в их изучение. Были возведены постройки абсолютно разного вида. Птичник, разные дамбы, ангары, порты и многое другое. Как мы думали, это все для того, чтобы просто изучать. До того момента, пока на ученых команды Phoenix не стали нападать существа, каннибалы, мы их назвали так, особенно в темное время суток. Наша команда потеряла с десяток человек только за одну ночь на V3. Также мы стали замечать странные звуки и крики динозавров, которых за долгое время нахождения нашей команды на острове мы ни разу не слышали. Порядка около трех мне лично удалось записать. Одному из наших ученых удалось выяснить, что корпорация Apollo Engineering, находящаяся с нами на острове, в своих корыстных целях и финансовых продвижениях, стала проводить страшные опыты над динозаврами и местными древними племенами. Наши изучения после этого превратились в ад. Корпорация Apollo Engineering далее не смогла удерживать в тайне свои страшные разработки и опыты. На островах появились гиперы. Это сверхмощные динозавры, которые стали уничтожать все на своем пути. Они поедали и уничтожали всех, кого только встретят на острове. Команда Apollo Engineering также стала терять ученых и наемников. Многие виды уничтожались прямо в клетках после выведения инкубирования. На островах все чаще звучали ужасающие крики и выстрелы огнестрельного оружия. К тому времени наша корпорация Phoenix на 70% на острове уже погибла от существ Apollo Engineering. Также наемники Apollo грозили нам в открытую уничтожение. Но экосистема не прощает ошибок. Некоторые из самых страшных существ Apollo Engineering вырвались из клеток. Это стоило многим жизни. Насколько мне известно, некоторые части команды Apollo все-таки удалось уйти с острова безопасно. И по некоторым данным существам, выведенными ими, срок жизни отведен очень короткий. Они очень голодают и без пищи им не выжить. Динозавры спрятались в скрытые места, которых мы не знали ранее. И им удастся выжить. Но гиперам, как и мне, как и всей моей команде Phoenix уже не выжить. Если слышите данное сообщение, Apollo Engineering продолжит свои опыты на других островах. Любыми путями пробуйте их остановить. Считать проект протокола Phoenix закрытым. Глава бывшей корпорации Лоуренс Картер.